Как привить людей по всему миру от COVID-19? Для этого понадобится порядка 10 миллиардов доз, подсчитали эксперты в сфере логистики. 10 миллиардов доз для всего человечества, который составляет около 8 миллиардов человек. Задача — создать иммунитет у 60% населения планеты. Многие вакцины создаются в два этапа, так что это серьёзный вызов для тех, кто задействован в этом. Вакцинация миллиардов людей потребует гигантских усилий. В почтовой службе немецкого концерна DHL подсчитали, что для этого потребуется 15 тысяч авиаперелётов, 200 тысяч транспортных палет и ещё 7 миллионов индивидуальных контейнеров в охлаждённых боксах. Вакцины должны храниться в холодильниках при низкой температуре, а некоторые препараты требуют очень глубокой заморозки — минус 70 градусов. Нарушать температурный режим нельзя. Ни во время складирования в аэропорту, ни во время транспортировки к месту проведения вакцинации в любом, даже самом отдалённом уголке мира. Специалистам предстоит решить ещё проблему установки рефрижераторов в самолётах. Охлаждение должно обеспечиваться за счёт сухого льда как во время воздушных, так и во время экспресс-перевозок. Сухой лёд перевозить в самолётах опасно, так как он испаряется и вытесняет воздух, которым мы дышим. Так что нужно продумать ещё очень многое. Ещё одна проблема — как обеспечить вакцинирование в отдалённых районах, где рядом нет аэропортов или дорог, по которым могут двигаться грузовики с холодильными установками. Поэтому мы, сфера логистики, должны стать максимально инновационными. Например, мы думаем об использовании дронов. Может, есть смысл использовать их, чтобы ускорить доставку вакцины в отдалённые районы. И достаточно ли там медиков, которые смогут делать людям прививки профессионально? Считается, что в промышленно развитых странах имеется вся необходимая инфраструктура. В других же странах логистические возможности по перевозке холодильных установок либо ограничены, либо вообще невозможны из-за жары или плохих дорог. Так что, судя по всему, в первую очередь средства для вакцинирования станут доступны в развитых странах с хорошей инфраструктурой. Оперативную доставку вакцин в таких объёмах и при сохранении правильных температур эксперты в сфере логистики уже называют вызовом столетия. Продолжение следует...